Павел Николаевич Троценко, делая очередную статью, уточняет, ох, въедливую, это будет такой выдающий человек, как редактор, как автор. Я уже сказал, следующая книга, две фамилии. Павел Николаевич, две фамилии, Железов, Троценко, всё. Он же больше меня этим занимается. И вот он пишет, ниже ваши слова. Это верно? Пересадка осенью после морозов. Ну не после морозов, после первых заморозков. Тут такая граница. Ведь когда, почему, многие говорят, правильно говорят, даже специалисты настоящие, лучше весной, меньше риска. А осенью, а некоторую, нет, надо осенью посадить. А так ты разбираешься, что надо его обрезать, чтобы посадить. Вот так вот делается в моём саду. Так, это уже питомник Сергея. Вот он так, ни одна не погибает. И эта не погибла. Но умудрилась дать маленькие листики. То есть, она не должна была проснуться. Но угадать погоду невозможно. Пришла пора. Видите эти самые? Уже была первая волна холода. Уже было минус три, минус пять. Вот. Им это по барабану. Вот этим. А потом, вот теперь, листочки появились. Смотрите, видите, ини. И апреля зима, она и замёрзнет. Но я ему успокоил Сергея. Он мне показал на это. Караул мы не вовремя под пересадку делали. Вот. Я сказал, эти убить невозможно. Эти листики замёрзнут. Вот отсюда спящие вылезут. И привьёшь, и будет нормально садиться. Уж это уничтожить невозможно. Это как для вас, для людей, лёгкий насморк. Лёгкий насморк. Не более того. И вот получается, что этот яркий пример, это одна из фотографий для будущего. Почему? Тут видно, что это заморозок. Видно же, да? И не видно. Вот. Видно листья пожухлые, что это осень глубокая. Видно, что зараза проснулась. Вот. И здесь получается так. Я цитирую сам себя. Конец сентября. Моя ошибка. У нас же зима раньше начинается. Пересаженные саженцы. Почки начали набухать после пересадки. И обязательно обрезки. Вот почему я не... Мороз ударил и убьёт их. Нужно было ещё неделю подождать. А попробуйте угадать. Мы же всё. О, уже зима. А, зима. Потом чуть ли не лето. Вот. Ну и, в общем, сейчас вот это важнейший момент, чтобы вы знали. Это касается и весны, и осени. Вот там, где был спор, да, ну, видимо, решили без меня обойтись, без третейского судей. А я всё хотел сказать. Там было слово «прищипка». Я прищипнул, а оно должно было вот так вот расти. А оно не стало вот так расти. О том, что эта почка, а не сеянница, а почка боковая, она не обязана расти так, как ты хочешь. У неё уже, когда мы берём почку готовую, не ту семечка, у неё всё впереди. Она чувствует почву. Она может распластвоваться, я ещё ниже покажу, понад землёй. Наверх отмёрзла, ей плевать расползётся так, как бы естественная обрезка с помощью мороза. Я так это называю. Естественная обрезка с помощью мороза. По-всякому. Но почка уже готовая, её привили, она растёт так, как ей вздумается. У неё программа. Вот она, эта программа. Выпилили на её голову и на свою голову. Потом думаешь, господи, как же тебя это? Хорошо, я придумал ещё тогда. Это оранье железо. Вот тут три почки оставляю примерно, отрезаю, есть фотографии. А вторую тоже отрезаю. Куда ты попёрла? Это же всё-таки без формировки никуда. Пусть меня опять не ловят эти дамы за это место. Потому что, да, для формировки надо хотя бы третий отрезок, а мы в половину. Она, это урод. Это внутральный урод. Почему? Потому что растеяна должна была вот так вот. Вот почему. Как можно этого не знать, не понимать, да ещё мордой тыкать? Как там этот говорил? Её с селёдочной мордой мне врыло. Вот и меня так же, как Ванька Жукова, врыло. И вот что получается. Опаснейший момент, когда просто, это пример не для этого случая. Тут понятно, ну ошиблись, ну бывает. Пересаживать надо только по двое, только суперморозостойки. Ну я пересадил десяток привитых, но это я. Я выкопал ском в земле, я его поставил, это самое, я сделал обрезку такую, что и не проснётся и не замёрзнет. Ну уже интуиция срабатывает. А нормальному человеку? Это дикий подвой осенью. Почему? Когда весной берёт, ну это самое, Сергей, вот это вот осенью посажено, так? Теперь, это он на чём-то персик привил, я уже не помню, но не важно. Скорее всего, на это абрикос. А, ну да, бывает на сливу, боишься, шинится. Скорее всего, абрикос. Он был посажен. Часть, горшки, часть так, потому что многих, посылку-то в горшке не сунешь, тут проблемы, головная боль. Осенью посажены. И когда приходит весна, я вам показывал фотографии, Сергей работает ещё на грани зимы и лета. Замучаетесь, и вы не сможете вытернуть этот саженец весной. А почему? Когда берётся толстый-толстый, а он и даёт вот этот побег, за который не жалко тысячи-полтора человеку отдать. Одной руке острый отточен нож, второй он держит за этот, за этот самый, за основание штамбы. И сильнейшее усилие, или ты привалил этот столом, или смысла нет. Или вытернешь саженец из земли. А он же должен нормально развиваться, он должен за осень вжиться, за раннюю весну вжиться, и ещё чуть-чуть земля даже замёрзшая, а это тоже держит саженец. Вот и получается сверхранняя прирывка, потом бутылка, на месяц удлиняется полтора, в месяц-полтора время вегетации, к осени вытернет саженец. И кроме того, что один из сотни говорит, у меня саженец кривой. То есть, вот я показывал выше, да? Вот не считая одного из сотни, всех остальных устраивает. Я учу Сергея и Татьяну, потому что до инфарта доводят. Пусть одену сотни, но попадаются же. Потому что у нас все такие милые люди. Вот. Я говорю, ну, пожалуйста, поставьте, я объясняю человеку. Оставьте этот саженец. Ну, ещё раз говорю, это речащий случай. Но я же её учу, как я делал в своё время. Оставьте этот саженец на год. Посадите, ждите. Вот. Проходит год. Вы его выбрасываете, фотографируете, а ты, Татьяна, отправишься и обратно тысячу или полторы. Ну, вот, можем подождать. Мы же не эти, не мошенники с этого, с Бекера. Помните, как? Всё гибнет, а попробуй вернуть деньги. Да? Вот. Что думаете? Через год она выкопает саженец мёртвый и выбросит, потребует деньги? Ага, сейчас. После такой, это самое. Только что он слегка кривой. Потому что прививка кривой. И вот получается, после этого понедельника, что дальше? Это я использую даже не для того, чтобы показать, что рано пересадить саженец, поздно пересадить. Для того, чтобы раз навсегда всем миром, начиная со школьников, жаль, что это вот какой-нибудь бы одного часа бы школьного хватило бы ухватить. самое вообще. Вот один дебильный час отменить и сделать нормальный. Если ты приходит осень, не подходи к нему. Прищипывание запретить. Значит, обрезку запретить. Каждый раз вот это, она не всегда проявляется. Она вот просто почкой набухнет и вместо минус 40 уже умереть при минус 20, при минус 10, при минус 30. Только чуть-чуть набухнет. А вы этого не видите, специалисты. Ведь вам же же это самое. Обращаются люди. надо же поаккуратнее быть. В своём саду, да, колеч. Поняли? То есть, я использую фотографию, но тоже просто объяснить, что любое нарушение нарушается вся жизнедеятельность дерева. И такое просто непересажное. И то трогать нельзя. И там теряют почки в росток, только начинают прищипывать или обрезку это делать. Я же, думайте, просто так. лезут и лезут вот эти вот самые. Ну, нахрена ты вот это вот осенью обрезаешь? Еще поэтапной инструкции. Ну, делать тебе нечего. Что ты творишь-то? Если в таком случае, как у меня, проснулась, я опять перешёл на такой митинговый тон. ты поддаешь. Поддаешь. Продолжение следует...